Всем добрый день! Теперь прокомментирую футбол. Олимпийские игры закончились. Испания была хороша, прекрасна. Французы на соплях еле-еле влезли. Я прокомментирую матч Динамо-Киев. Глаза-Рейнджер с Динамо-Киев. Я УП не смотрю вообще, поэтому... Ну, так чуть-чуть смотрю результаты, но не смотрю по содержанию игры. Я смотрел только хайлайс Шахтер с Полесьем. Ну, 65% времени Шахтер валял дурака. Потом в 65-й по 97-ю минуту у Шахтера было 5 моментов, не забили. Ну, Полесье молодцы. Надеюсь, будет талантливый и интересный перспективный клуб, который будет по уму развиваться. А не за счет того, что дают деньги из владельца АТБ-групп. Глаза-Рейнджер в мою молодость, это была величина ОГОГО. Гремели в Европе. Селтик, Глаза, потом этот еще был. Фергюсон тренировал, я забыл. Духний клуб и третий. Ну, в принципе, они часто доходили до 1-4 финалов многих европейских кубков. Потом было там у них 5 или 6 банкротств. Долго они были там в небытии. Сейчас они, кстати, не в очень хорошей ситуации. Продали многих толковых игроков. Я вот посмотрел игру просто Глаза и Динамо. Динамо, во-первых, меня сильно воодушевило. Когда они играли с партизаном сербским, я не знал, что просто партизаны настолько слабы. Ну, Динамо в игре против партизаны это было все самое лучшее, что может себе вместить этот тренер сборной Австрии, который приезжал по приглашению Шевченко, и испанцы. Вертикально, пасик вертикально. Но только мы начали играть против этого самого посредственного Глаза, самого посредственного. И видно, что в Украине клубный футбол просто провалился в днище. Эту команду надо было обыгрывать по-любому. Там нет ни мысли, ни ума особо. Они играют, как вот играли шотландцы 250 лет назад. Длинные передачи, прессинг, борьба, биться-бороться это в Шотландии, ну, не надо даже объяснять. Есть игроки, которые поиграли в АПЛ не один сезон. Ну, а так в целом, все серая посредственная команда. Ну, Динамо Киев сыграли отвратительно. Что неприятно в этой игре, в Динамо Киеве. Я не знаю, там хвалят их нападающих. То есть, если зайди на какой-то сайт, посмотреть видеоблог Тато-Таке, то они начинают там одаривать какими-то комплиментами этих молодых нападающих, фаната или еще кого-то. Их пока тяжело запомнить, потому что... Самая большая проблема Динамо Киева это центр поля. Те люди такие, как Шапаренко, вот я смотрел тактико-технические действия Шапаренко, мой бизнес был, это я находился до опорных полузащитников и центральных полузащитников, в офенсивах, в дефенсивах. То у него все действия отрицательного характера. Он не играет вперед вертикально. Он игру не обостряет. Он себя бережет. Он играет на чистом мяче, на чистой зоне свободной. Только на него выдвигается игрок, он не мыслит, как сыграть вперед и обострить эту игру. Он даже не поднимает голову, видит там под ним этот брошкой, либо еще дальше кто там, Попов играет, центральные защитники. Он на заднюю линию сбрасывает мяч и все. Вот это там вся ошибка Динамо Киев. Если центральную зону Динамо Киев не заставит Шалковский уродоваться, вы же посмотрите на ноги условного Месси. Там вот он разделся, я смотрел в инстаграме. Там вся стопа перебитая, вся стопа в этих артритах, увеличение костной части. Почему? Потому что это работяга. Он получает по ногам, он идет вперед. Его бьют локтями. А просто так вот играть и получать огромные деньги из красивой девочек, фотографироваться, как Шапаренко, и набить себе тонны татуировок, ну это ж не оно. В Динамо Киев, центральной опорной зоне, нет нормальных игроков. Вот этому брошку одели, корону там километровую. С чего ее одевать? По играх против Колоса и Ингульца и то не всегда они там нарядно выглядят. Поэтому я ничего не вижу хорошего сегодня для Динамо Киев. Я буду держать пальчики крестиком, чтобы... Кстати, Глаза Рейнджерс это команда, в которой многие великие киевляне доигрывали свои карьеры. Это Алексей Михаличенко и Кузнецов был такой у нас центральный защитник времен Лобановского, рыжий такой. Вот они играли все в этом Глаза. Кончельский этот мудак с Кировограда, потом еще кто-то там играл. Ну, в общем, побывало нашей там публике в этом Глаза. Поэтому с такой игрой, если они отскочат, это будет великое чудо. Но так как они играют в опорной зоне, ну и плюс эти лидеры, которые могут повезти за свою команду, они уже пожилые. Этот еще пытается там что-то бегать, Диар Моленко. Но сейчас я в Динамо Киев, их там хвалят, нахваливают в три коробки. И я не вижу таких людей, которых, знаете, хотелось бы взять, я пиво уже не пью там, взять, заварить кофе и посмотреть, подлюбоваться этой игрой. Поэтому большая вероятность, что Динамо Киев на этом этапе закончат свои выступления в Лиге Чемпионов. И мы будем уже надеяться, хотя я смотрел вот Шахтер с Полесьем, они хоть и подкупили там темненьких, но они фанаты этих, как их, бразильцев. Бразильцы Полесья не смогли скрыть. Может быть, даже в этом году будем и без Лиги Чемпионов Украина. Ну, а так, в принципе, все добавить нечего. При примитивной игре Глаз Рейнджерс ничего хорошего я не вижу в этом противостоянии Динамо Киев с ними. Они упустили это бестолково, даже минимальную победу. В Польше они играли, да. Ну, все равно буду смотреть. 21.45. Все включаем телевизор и посмотрим этот моч. Субтитры сделал DimaTorzok